ну вот он и сгоревший нотр-дам-де-пари да сыночка я такого мне не ну чё погнали искать до котлом вот такие у них велосипедные дорожки вот это мы в центре сыночек нам туда послушайте париж прикольный мне нравится реально вот я считаете из первый раз скажу так нормальную погоду реально круто велосипедистов посмотрите сколько вообще кайф мне париж заходит конечно прям офигительно прямо вы знаете это всего напоминает ну немного помесь стамбула навсегда сыночек немного рима вот это все-таки не питер чувствуется больше европейскость умеем больше нравится питера скажу так пока что но мы в самом конечно центре парижа но блин это круто люди очень приветливые мне это дико нравится от культура в принципе в питере тоже потом дам свою оценку сейчас продемонстрирую но мне в это не верится давай смотрите он просто складет вот она практически его как-то сканирует а видимо по ходу офигеть и шапка просто офигеть он кинул туда и представляете жизнь вот эта технология крутая тут вообще прям мега цивилизации видно где когда какой автобус подойдет входим в один из парков парижа вон там озеро в парке виднеется собственно тут реально прикольно как бы очень не похоже на рим он такой более сейчас еще солнце вообще кайф я думаю что это девочка а тот кайфует мальчик такой мужи заснять настоящее пиво выражение хорошего вот это нет соус нет хорошая собачка тема давай на даче такой заведем пускай дом осторожит тут прикольно сделали что можно прям в вольер с птицами войти прям среди них побыть оригинальная идея он ополел когте . там жесткая дайте он такая блин очень красивый прикольный дендрариум просто прикольный прикольный дендрариум просто прикольный нравится идем с сыночка моим любимым тёмыч лови птичку тёмыч птичку лови все шашлыка не будет сегодня но здесь есть плюсы и минусы жизни во франции вообще во франции дорогая жизнь вот видите сзади меня чувак идет собаками две большие боевые собаки без намордника артем к ним подошел спросить одна собака прям кинулась к ему я немного под испугался у них курят также во всей европе везде в ресторанах кафе чисто на улицах велодорожки стоимость жизни очень дорогая но и зарплаты выше чем разумеется у нас средний уровень зарплат здесь полторы две две с половиной тысячи долларов уровень жизни гораздо дороже если брать продукты питания к дороговизне жизни то где-то то на то и получается молоко единственного них дешевая относительно уровня зарплаты хлеб такое же мясо такое же грудинка к примеру курочка стоит там 800 тысяч рублей говядина полторашка двушка где-то ну как-то так то есть что еще соответственно вся бытовая техника дешевле чем у нас а если брать к уровню жизни приравни то бытовая техника у них раза в три в четыре дешевле нашей стоимости мы тут с другом еще заговорили где лучше жить уровень здравоохранения здесь лучше но ты должен платить каждый год дорогую страховку потому что только скорая помощь может тебя забрать больницу за все остальное ты должен будешь платить тебя никто никуда не заберут транспорт проезд метро от двух евро десять центов на автобусе метро там действует полтора два часа ты можешь ехать неограниченное количество в зависимости от того что ты купил я уже потратил фигово кучу денег я не пойму где здесь кончается париж где начинается пригород купил вроде бы нормально он действует только в рамках метро а надо еще покупать метро плюс автобусы есть еще просто плюс автобусы то есть какие-то технологии очень мутные для меня нет чтобы сделать просто тупо единый тариф вчера чтобы с темой доехать до стерикса белеевска этого парка я на метро на двоих потратил туда назад 42 евро это безлимитный проезд на двоих и еще двадцатку зарядил чтобы доехать до парка 62 евро как рукой сняло считаете за проезд то есть ну дороговато скажу так я замечаю что многие парижане сами не позволяет себе гулять на полную катушку не очень много здесь чернокожих арабов китайцев их порядка наверно 30 процентов но одновременно очень много и велосипед вот я даже сейчас смотрю вот мужчина проезжает там на вело у них везде есть дорожки под них выделено асфальт конечно хороший таксик невероятно дорогое артема забрать с одного места на другое мне обошлось а 100 евро но это 10 тысяч я понял что а чтобы до него доехать вместе с ночевками и так далее это около 16 тысяч мне обошлось это в один конец еще во второй конец я понимаю что мне легче арендовать машину и заплатить за топлива чем вот это вот возница выйдет то дороже да еще и нахлобучишься и кучу времени возьмешь сам париж мы прошлись по нему мне еще предстоит пройтись он очень красив на мой взгляд он красивее питера улочки более европейские мне здесь как-то комфортно вот если не это сильно много черных особенно ночью они представляют опасность то в принципе очень классно люди добрые отзывчивые всегда говорят где что как очень вежливый но тоже был вчера такой случай у меня не сработал билет у нас то есть за 42 евро два билета не сработали мы не могли пройти я матерился как так что происходит нету нигде человека не хочу быть зайцем а нам надо как-то тупо пройти ну пришлось пройти за вот чернокожим африканец нам помог как бы пройти а европеец видя что мы хотим пройти специально так кнопочку нажал чтобы быстрее двери закрылись то есть мнение смазанное по африканцам хочу заметить есть очень классные такие интеллектуальные они по парку гуляли их видно сразу у них и действительно интеллектуальный взгляд у нас таких и особо не видел классный их 30 процентов 70 процентов составляет маргиналы я считаю что это те самые кто потом попадает в тюрьму довольно опасненькие ребята вот их всех надо эмигрировать и всю эту толерантность чертям послать вот вот так а еще французов есть такая фишка они любят шарфы вот здесь делать и шарфами ходят это классно так темочка мы зашли здесь до аренды лодок сейчас будем кататься на лодке поэтому вынужден прерваться ничего полезли на титаник да артем это хорошее название тему уже научусь и более-менее грести правда дисциплины не хватает а так нормально уже хорошо получается уже ведь сам понимаете где чего-то поить иногда отдыхается нас потому что останешься эти скажут как ощущение нравится расскажите что-нибудь здесь зажух я люблю это классно и спортом занимаюсь что же скоро взял прям хорошую мы при плывем там хорошо будет болеть плечи вообще жестко первый раз как и черепаха поз сейчас вообще смотрю грамм интересно умница тут получается люди проходят очень много зеленения такое обожаю когда крупных городах много зелени это прям камни магистральных автотрасс я еще здесь не видел как москве это тоже дико нравится мне от этого тошнит крупных и воскребов тоже нет меня от этого вообще плевать хочется то есть пока что все меня устраивает для того чтобы переехать здесь месяцов чисто потасовать кстати может такая идея чисто переезжать сейчас по европейским городам жить по месяцу они же эти консульские консульские как это сказать без мата консульские ребята не дают визы сейчас особенно мужчинам понимаете вот будем чем делать тогда другие страны путешествовать еще азия у нас полно девочка хочет новую зеландию до темочка интересно как ты выдержишь если будет новая зеландия австралия и немного индонезия филиппины и этот то еще сингапур конечно сдохнешь ну ладно посмотрим ванюш так как дозвониться до тебя не могу высылаю тебе это прощальное видео я решил топиться мы на титанике видишь бурлак на волге все как по сказкам шарля пьеру андерсона тут хорошо слишком хорошо чтобы жить поэтому недаром говорят увидеть париж и умереть в прямом смысле этого слова поэтому прощай друг выруливая аварию вот называется бежит 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 к тем очки ну давай давай я впервые такой вижу шведский стол можно брать неограниченном количестве креветки морские гребешки все что угодно я вам потом покажу вы обалдеете еще показывает что тут есть смотрите просто смотрите это же просто офигеть блин короче еще я вам сейчас покажу что тут еще сидит короче тут лапки вот это лапки были этих лягушки очень вкусно между прочим я не понимаю почему у нас их не продают я с удовольствием бы их покупал ну как вы видите тут это все можно в неограниченном количестве брать только первый был в сезон смотрите второй тут можно вот это вот готовить все полностью на прожарку тут короче вкусняшки представляете вот это вот морские гребешки я был в шоке морские гребешки ребята фигачишь вон вот эту вот фигню короче говоря циночка это ты вот они тут ее прожаривают тут какие-то сладости пошли причем сладости посмотрите количество нет в принципе это как уровень такого четырехзвездочного отеля может даже пятизвездочного вот мороженое есть самое интересное что они еще с собой дают это все брать очень необычно 20 евро это стоит ну конечно блин это классно на самом деле вот это тут скелетов я надеюсь он не настоящий а скелетики похоже да настоящий 6 для для пришел 6 скелетов стока всякое говнецо показывает в проверках и без проверок специфичненько такой бы я точно бы не создал я понимаю скелеты динозавров это прикольный вот поинтереснее тут уже динозавры на втором этаже кстати очень красивые такие это задница да у него да это тоже какой-то динозаврик тут куча окаменелости он тема рядом с каким-то прародителем крокодилом вот это бля раньше крокодилы были посмотрите мне кажется он сожрет а так человека знаете это не будет легкий перекус на утро а че-то не морая не понял это а вот и фигасе посмотрите это не что-то по хвосту огромный что это за тварь а это это длина длина шеи что он не понялось поговорить ходим по саду и в ботаническом или как нему-то но тут красиво ребят тут я встретил какое дерево посмотрите а тут еще охраняет это дерево обалдеть лично охрана этого дерева прикольно да но посмотрите какое оно это просто обалдеть начал выяснять что это за дерево это обычная сакура канзан который судя по всему как минимум лет 40 тут на лужайках очень много людей отдыхает я замечаю что это во всей западной Европе принято вообще тема очень интересная государство подстригает газон на нем никто не гадит а люди приходят делают пикник отдыхают греется на солнышке по моему это здорово зашел в закрытый ботанический сад конечно круто влажность большая у меня вообще мечта такой у себя сделать знаете вот здесь мечта тоже что-то подобное очень большое и дорогое с такими деревьями по сути ты можешь где угодно хоть в Сибири засудить это все и знаете иногда приходишь сюда отдыхаешь птичек еще здесь не хватает чтоб они пели красавчику моего сюда поместить ему десять девочек дать и он пускай с ними живет ну десять наверное много трех хватит а то он бедный не справится блин кайф когда же я стану богатым блин чтобы построить подобное сколько это денег будет стоить интересно просто кайфы чуть этим нравится тут по моему тут круто я не доллара не жалею о вон там испарение видите оно идет влажность создает блин тут живности не хватает рыбки плавают но хочется черепашек вот птичек очень много ничего страшного тебя впереди динозавр сожрет за твои мысли как это мысли иезуитские вот мы наверху Тема Тема там нельзя какать вставай давай Тема Сакура Вот такой вот тут контингент сидит вот его надо весь убрать вот такие вот тут желтые лицеточки растут это они заводивают масло ну дороги пейзаж как простая а вот тут въехал вот такой вот дворик мне опасненько тут снимать она здесь меняете мне вот дадут другие водители что я держу сотовый здесь же все строго с этим ну вот мы приехали на заправку Темка спит Тем Тем ну проснись Тем Тем куча пирожных вкусных Тем вот вот такой вот такой безбрубос что тебе можно пожелать сыночка если я внедрю эту штуку ну чтобы ты не обижал маму папу папу и быстрее там рос осознанным мальчиком сейчас тебя еще сфоткаю малыш вот это прикольно будет да вот Тема живет рядом вот с такими вот пейзажами вообще красиво тут если честно красиво поражают во Франции дороги абсолютно все бетонированные причем я еду посмотрите поля с двух сторон у нас бы здесь бы давно бы ничего не было да здесь говно видимо эти ходят как их зовут коровы но с другой стороны посмотрите блин все асфальтировано это круто ох ребят заехал токольными путями смотрите как тут блин хорошо ё-моё чуть-чуть напоминает наш какой-то у нас есть элитный поселок рядом с Ростовом как же его зовут причем это у них не элитный поселок это обычный было бы прикольно если бы в России так было бы везде обычный поселок там ну прилично сколько тут два часа два с половиной часа езды от Парижа ну вот снова я еду ну как бы офигительно согласитесь ребят это как бы новый уровень того что я видел это Европа считайте Франция вот так вот французы живут в деревнях блять а у нас в деревню приедешь сука дороги уёбичные блять дома уёбичные люди там не живут а помирают блин только а здесь вообще просто вот представьте какую-то заброшенную не знаю что это забор такой вот сделали ну блин это же классно я не знаю кто это делает местный не местный но это офигительно круто давайте я вам просто поснимаю мне самому интересно что-то а то вы мне скажете вдруг ты снимаешь какие-то такие моменты разнородные а вот мы сейчас проедемся и посмотрим как же вот тут деревня блять тут домик был какой-то вот видите изгородь такая живая из-под этой изгороди даже домов не видно что там но это же восхитительное ребята это не знаете что там кого-то нет я вот сейчас повернул голову раз два но вижу там машины есть все есть это просто живая изгородь по-моему это охуительно это вот тот уровень к которому надо стремиться бери у соседа лучшее и просто пизди его фишку просто пизди чтоб она была лучше вот он какая-то походу живность да и просто ну дорога узкая мясо уже сосредоточится да ребят тут конечно очень красиво блять с этим пидор едет какой-то мудак блин боюсь только что она жалуется на меня потом этими цветами у них все засажено я сейчас только что понюхал у нас это растение тоже растет причем она иногда как дичка растет видимо растет она легко очень знакомый запах может быть кто-то знает что это такое вот тут еще еду я по каким-то по какой-то деревушке заехал у них такие деревни блин классные просто в шоке в каждой деревне это произведение искусства блять деревня сука я не верю своим глазам что это деревня ёбаный рот я только что проехал деревню если бы вы видели что я до этого снимал вы только видели маленький кусочек это какой-то старинный был храм которому там века наверное 3-4 то есть какие-то старинные дома в котором веков по 5 это просто офигеть и это на каждом тут шагу просто в какой-то хорхуяновке я еду по этим деревням везде дороги идеальные чтобы сократить расходы на платную дорогу платная дорога стоит 30-50 евро только в один конец от Парижа до там места где живет мой сын представляете то есть оба конца платная дорога бы стоила где-то от 5 до 9 тысяч рублей платная дорога просто вот платная дорога ну тут без платной дорогой топливо плюс аренда машины туда-назад забрать сына вышло через 600 метров плавный поворот налево где-то 23 тысячи рублей но это самый экономный вариант это не считая штрафов которые могут прийти один штраф начинается от 150 евро то есть это еще плюс 14 тысяч рублей а я думаю что он наверное придет то есть случайно где-то как-то я там плавный поворот налево нажимал да уж ну Франция блин красивая плавный поворот налево сюда Франция красивая ребят ничего не скажешь она реально крутая 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 но Париж как-то сильно резко выделяется среди всех городов то есть здесь как-то планомерно вот эти вот деревушки стоят у нас в деревне посмотришь как вымирающий вид а здесь это вполне процедание идет везде фермерские хозяйства абсолютно и как-то все культурно вот как бы вам это сказать у нас есть тоже такие поля вот как здесь но видите абсолютно везде здесь есть для безопасности отбойники вот просто да проезжает для чего отбойники хуй его знает но они тут есть он ворон сидит на каком-то мак 27 видимо аймак рекламирует вот и все шикарно великолепно но у нас дороги шире чтобы можно было свернуть здесь нельзя свернуть даже в бок то есть если ты едешь ты обязан ехать вперед я не считаю это правильным а вдруг я захотел поссать а вдруг мне плохо стало то есть какие-то такие мелочи здесь не предусмотрены я считаю что если соединить модель социальной вот жизни России вот то что было создано в Советском Союзе с западом и взять из того из того все самое лучшее то получится идеальная страна вообще самая идеальная которая только может быть в этом мире блин кайф конечно такую вот создать такое общество да где государство думает о народе и одновременно народ а государстве платит налоги ну по сути это Европа и есть только вот какие-то нюансы тут есть мелкие но конечно здесь круче то есть я посмотрел допустим Испания я не что-то ну тоже в принципе интересно не знаю русских мало знаете все равно на здесь на меня смотрят как на чужака а еще в силу настоящих геополитических событий негативно чуть-чуть смотрят я это чувствую никто не показывает все улыбаются но когда я брал в аренду машину меня спрашивали чувак а ты у тебя есть назад билет ага да на какой вы здесь срок а с кем вы будете ездить а где вы будете ездить я думал хули вы ко мне приебались я до этого в Испании брал вообще не было ни одного вопроса просто кредит убрал чик проводили и все ну как то вот вот так вот ладно сейчас вам еще покажу поля из своего запотевшего окна мини Ситроена вот видите столбы тут даже какие-то шедевральные не могу никак это объяснить почему так сука в России нельзя а кто скажет ну это вот все народ взятки ребят рыба гниет с головы это тот вот вы болеете за голову вот это голова во всем виновата абсолютно во всем голова вот если прийти к хозяину и хозяин блять скажет квартиры ну во всем виноваты тараканы блять и крысы бегающие по полу и во всем виновата пыль потому что пыль везде появляется я на нее дую а она появляется вот это где-то из той же серии это на идиотов действует система а на тех кто раскрыл глаза не действует вот те кто раскрыл их 20 процентов 80 процентов идиоты конец связи вот ребят я вам еще новый уровень покажу к сожалению вот так вот хотя бы прикольно да представляете что здесь осенью ох ребята мне тут нравится я еду по бесплатным дорогам по каким-то хорхуяновкам но точно так же и в россии я вот в ростовской области не люблю ездить по трассам я их ненавижу особенно когда едешь там до крыма просто не перевариваю трассу а когда выезжаешь куда-то в поля такой кайф душа прям радуется вот точно так же и здесь как бы тут ну офигительно блин классно едешь и офигеваешь и кайфуешь то есть я готов платить за вот это а не за трассы ну вот навигатор меня завел снова куда-то по каким-то дорогам таким мелким посмотрите как тут вообще кайфушно в принципе это все сравнимо с той же самой ростовской областью почти точь-в-точь только здесь все конечно более культурно асфальт везде идеален ни одного мусора нет стресса по дороге тебе никто не поедет и не скажет слышь ты мудак научись ездить да иди ты пип-пип все деревни в каком-то идеальном состоянии я не знаю то ли у людей деньги то ли это заставляет и всех вот в таком виде если я проезжаю в россии то что я вижу меня вызывает печаль но я узнал что из странах снг все гораздо хуже гораздо убитие и разбитие то есть в этом плане россия ну на самом деле в номер один если не брать прибалтов в этом беларуси еще не ездил не знаю но блин это круто ребят это реально круто вот надо было объединяться с наполеоном в свое время и захватывать весь мир все было бы нормально не было потом бы я думаю ни царей бы никаких ни большевиков ничего ну нифига себе а вот еще прикольно да просто офигеть блин ну это вот я въехал в очередную деревню или как это это пригород какой-то небольшой городок я уже тут в двух часах езды от Парижа в принципе полутора прикольно а вот дом народного творчества сделан в стиле советского модернизма либерта это свобода там может быть равенство братство написано что-то в этом роде ну короче такие прокоммунистические лозунки и вот это вот уебанство стоит напротив вот такой вот красоты блин я чувствую мясо а мне после отравления мясо нельзя блин у меня голова закружилась я сегодня съел порцию борща и гречку я даже не почувствовал что что-то съел ну дикий голод двое суток вообще ничего не ел одну воду пил а я понял куда я пришел направляйтесь на север ну иду я такой значит в своей машине и вижу вон очередную достопримечательность видите она огромная она красивая блин это просто изумительно блин ребят он очень красивый мне кажется это какая-то крутая достопримечательность причем старинная вообще офигеть вот такие достопримечательности как раз и формируют облик потом города хоть это и готический стиль это видимо 14 век 15 14 скорее всего а дома через 400 метров вот это я не мог снять сижу я в индийской забегаловке ну как обычной как во Франции полно смотрю у них есть только рис а как раз после отравления риса думаю ну конечно какую только не забегаловку в мире только не индийскую видимо меня туда тянет ну то что первое увидел то есть знаете как от судьбы не убежишь ловар преследуем джоконду ищем так сказать здесь более 900 залов и это только один из них просто охренеть зашел один из залов просто посмотрите что тут это один из залов офигеть ну что тут пошли вот работы Леонорда да Винчи почти все вот такой вот тут вид открывается с окна окна относительно чистые красиво да ребят ну а этот зал я решил снять отдельным образом именно вот поэтому сзади известная картина Давида сейчас я встану подальше где сам себя короновал Наполеон и свою жену очень интересно по сути Наполеон был правозвестником Евросоюза сейчас по сути главные страны это Франция Германия а тогда он хоть сказал Франция будет во главе Евросоюза мы будем выделять общие деньги на нужды на бюджет ну очень прогрессивные у него были цели крутой чувак был посмотрите на костюмы облаченные насколько детализация высокая символического это мало что есть но очень много грациозных пришел посмотреть на Джоконду посмотрите блять это к ней очередь это ебаный рот к ней очередь вот это все люди не ебнулись это же обычная картина просто сверх популяризированная блять может и мне тоже отстоять быть как все надо же быть как все быть конченным в общем как все 99% и опасать всех нахуй идти дальше сейчас будут думать ребят ну в реальности она конечно выглядит более интересные магнетические не могу сказать что в ней есть такое но что то что примагничивает взгляд это по-другому все смотрится чем на вот каких-то распечатанных картинах какой-то психологизм ребят Венера Милоска самое выдающееся произведение древней Греции где-то сотый год до нашей эры это оригинал который раньше считался копией посмотрите как превосходно и грациозно она какие вообще чертания фигуры кайф в исламе запрещено изображать людей вообще писать живопись вот я в зале культуры ислама ярых религиозных фанатиков если там вдруг посмотрят скажут как у нас же можно было живопись да можно было людей нельзя было писать вот это ну как бы часть религии в принципе ее все принимают такой какая она есть кстати говоря здесь есть объекты и из Индии я сразу их заметил вот там вот Индия же моголы когда были вот они тоже как бы основали свою культуру религию там ну перешли по-моему из Пакистана насколько я помню их там гнали по-моему могола татары если не ошибаюсь моголы вот так вот тут все есть ну скромненько но цивилизованненько правда хочется большего а мне кажется или нет что вот этих атлантов я где-то видел по-моему в Ростове где-то есть им фонтан не на театральной ли площади апартаменты наполеона 3 которому мы проиграли крымскую войну в 19 веке а потом он проиграл бисмарку красивая лестница мы не будем мешать девушке сфотографироваться вот такая вот триумфальная арка ну вот каждая барельефа обозначает что-то в каллигории когда была мечта знаете будет дождливо там в России возьму поеду погуляю по Елисейским полям под полями я подразумевал поля леса что это где-то в Париже это что-то красивое природное ландшафтное дамы и господа разрешите вам представить Елисейские поля вот это фуке гостиница и ресторан пять звезд за это Елисейские поля настанет время и мы здесь снимем гостиницу просто переночевать или просто ночевать в Париже не знаю сколько долго я навряд ли останусь вон сзади триумфальная арка так как я здесь уже все наверное смотрю к этому моменту вот он бетон и так далее тут короче куча каких-то разных магазинов это понты но знаешь когда жизнь улучшается она должна улучшаться и качественно в том числе то есть я должен столько зарабатывать чтобы 100 тысяч рублей или 1200 евро за ночь спокойно отдавать даже не моргнув глазом пока что ну такой вот уровень я себе задаю здесь пять звезд Симус вот эти прикольные чувак такой лежит посреди очереди короче куда-то там очередь а он просто лежит охуеть блять а вот эта фирма создала две вот эти вот печеньки знаете которые склеиваются и внутри какая-то жидкость как бы вам это показать это не ворио а это скажу что это короче это были создатели вот эти вот штуки придумали они но стоит такую очередь ради этих печеньюшек и явно не собирались интересно идут по Елисейским полям вон там шар-де-голь там мост Александра Третьего вот этим зданием Лувр короче сами парижане считаются Елисейские поля чем-то невообразимым самому самый лучший вон там вон там вон там самым проспектом лучшим в мире блять они пускай так и дальше думают это смешно ребят я ходил намного круче ничего особого ничего удивительного вау вообще нету я просто индустриальный стиль не очень люблю я люблю археологию что-то такое знаете вот как в Риме ходишь я в Риме кайфовал а тут херня площадь согласия мобилист кстати египетский а я люблю такое как в Риме поставить указатель видимо это центр в Париже вот там вот вот а лёг Не поверите, в 17 веке здесь была, жила Мария, какая-то там, жена короля. И она здесь строила дворец и обустраивала все. Но ей какой-то гадальщик, астролог, именно астролог, сказал, что она должна умереть на этом месте. Поэтому она прекратила здесь все застраивать. И после этого только ее, по-моему, дядя продолжил здесь строительство. Вот так вот. У нас астрология влияет на женщин. А дядя, видимо, ему тоже нагадали, что его здесь убьют, но ему было насрать. Посылаю вам уточек с воронами. И мусором. В парке Тюэлери. Вот так вот люди отдыхают. Это уже ловр. Я уже тут, походу, все снимаю, как парижанин. Уже хожу спокойно. Уже во всем разбираюсь по чуть-чуть. Нормально так. Но только есть небольшие нюансы. А в целом ничего. Дешел зайти в Мак. Я вспомнил коктейль. Но у нас коктейли такие нормальные. Я даже не покажу. То есть раза в полтора больше моего того, что я показываю. То есть большой объем, пол-литра. Что мне сделали здесь? Сейчас я покажу. Это... Я пытаюсь понять, это 150 грамм или 170? То есть если объем здесь видно. Это, блядь, что за экономия? Я такого трэша даже в Испании не видел. Ну, а так вот тут парижане любят ходить, бродить. Много велосипедистов. Посмотрите. Вот там, видите, они везде, в принципе, ходят, кайфуют. Много катеров тут. Катаются. Ну, в общем, веселятся. Ведут такой слегка праздный образ жизни. На самом деле это офигительно, когда в городе можно просто взять и так вот походить. То тут, то там, везде, куда ни кинь достопримечательность. И центр Парижа довольно большой. То есть от Питера он действительно выигрывает во многих качествах. Но помимо центра в Париже делать просто нечего. Мост именем Александра Третьего. Парижа считается самым красивым мостом в Париже. И один из самых красивых в мире. Цари ушли, большевики ушли, а всю историю мы разрушили. А во Франции, как сохранилось название нашего царя, кстати, Великого. Можете почитать в интернете, почему. Вот так они читают традиции. Есть чему поучиться. Он захоронен, кстати, в прах Наполеона. Сзади, видите, кролики бегают. Оказывается, это... Здесь была устроена одна из самых первых пенсионных реформ в Европе. Самая первая... Не пенсионная, а как это? Да, пенсионная реформа. Самая первая пенсионная. Это римляне древние сделали. Две тысячи лет тому назад. О, посмотрите, какие тут шикарные виды. А Людовик XIV вот сделал такую штуку. Он был продвинутый, я его люблю. Он, в принципе, самый такой известный правитель, считается, после Наполеона. Короче, пошел я домой. Может, пухнуть чуть-чуть пива с фисташками. Пиво возьму недорогое. В Ашане до евро за пять. И фисташки евро за семь. Им всего 12 евро. Это 1100 рублей. Поверьте, для Ашана, для Франции это копейки. Вот в самом центре Парижа. Спят трупики. А почему полиция их не убирает? Непонятно. У нас бы в Москве убрали бы. Хотя это демократично. Запрещает спать людям там, где они хотят. Правильно. Терпите такую демократию. Толерантность. Площадь Дофина. Красивая. Боже, какая чудесная арфа играет. Что это за прекрасная тема. Такое было разрушено. Разрушено. Слышите? Арфа. Ну кайметь. Попил тут вот настоящее мороженое. Очень необычное. Вот такое вот. Вышло 7,5 евро. Сейчас посмотрим. Плюс макарон. Ну очередь была большая. Значит, это круто. Попробуем. Вкусно. Это совершенно не тот печенье, которое у нас везде кушает. Вообще не то печенье. Оно очень хрупкое и... А внутри мороженое, что ли? Оно очень вкусное. Я ничего подобного просто никогда не ел. У нас получаются вот эти печеньюшки. Не умеют производить, походу. Ну-ка, мороженое пробуем. Боже, оно восхитительно, ребят. Ощущение, что я фрукты ем. Крайне советую такую штуку попробовать. Она, блядь, она божественна. Ну и так, могу сказать, гуляешь по Парижу и кайфуешь. Потому что, ну блин, виды тут вообще классные. Посмотрите. Во-первых, неспешные прогулки. Все никуда не спешат, как в Питере. Погода классная. Лето круто. То есть в этом плане Париж выигрывает. Сильно выигрывает по сравнению с Питером. Ну и виды тут, конечно, что тут сказать. Вот набережная Сена. Вот так вот все выглядит. И люди здесь, видите, приветливые, нормальные, хорошие. Хочу вам рассказать одну не сказку, а реальную историю, которая здесь была, по-моему, в 16 веке. Жил-был цирюльник. И он любил время от времени резать, перерезать глотки студентам, так как это район был очень бедный. Здесь были какие-то трущобы. Смотрите, бедный район. А это Нотр-Дам. А у него был друг пекарь. И он пек пирожки из этих студентов, которых продавал же этим же студентам. Время было тогда неспокойное. Студенты, народ буйный. И все считали, ну, блядь, пропадает и пропадает. Куда они там исчезают. Попались эти люди каким образом? Собака одного из студентов, когда он пропал, начала постоянно лаять на этот дом. Ну, полицейские прибежали, чуть-чуть нажали на него. И тут, правда, и вышло наружу. В общем, двух чувачков сожгли. Очень долго этот район считался еще после этой истории невероятно непопулярным. Сюда даже забаивались ходить, так как много баек ходило. Ну, короче говоря, сейчас это мега-туристический район, как и все остальные районы с подобными историями. Ну, вот так вот я тут хожу, брожу в пассене. Или что это за река? Прикольно. Умиротворенно. Тихо, спокойно. Но по ресторанам особо еще не питаюсь, просто как, если я что-то захочу, такое хорошее в нормальном ресторане. Я думаю, это, наверное, от 40 евро выйдет. Можно, конечно, взять. У меня что-то расходы были. Эта поездка обошлась мне в три раза дороже самой дорогой предыдущей до этого поездки. Вот. Это потому, что я был с сыном и там на полную катушку везде ходил и делал, в принципе, что хотел. Везде ходил. Ну, мы идем таки, бат, надо туда зайти. На двоих 100 евро вход. Ну, куда-нибудь в музей какой-нибудь. Ну, разумеется. Что, зато пасно отдохнули. Как это? За три года. За три с половиной года отсутствие с сыном оторвался на полную катушку. Да. Полмашины можно было купить на эти деньги. Такой, ну, более-менее нормальный относительно. А сейчас суперэкономный. Я, по сути, так как времени мало, везде хожу, брожу. Вот. Что тут можно сказать? Еда я в основном готовлю сейчас в этом, в отеле. Там все прикольно. Я смотрю, на самом деле, я думал, тут все парижане богатые. Нифига. Они все очень экономные. Это видно потому, как даже мы летели в Барселону, Париж. Никто не заказывал ничего платного. Ну, там платное все было от трех евро там к чаю, к примеру. И даже здесь я вижу, что все смотрят на ценники. Я зашел в богатый магазин, смотрю, ну, все смотрят, и никто ничего не покупает. То есть, я ожидал, что у парижанек гораздо богаче будут. То есть, здесь зарплата действительно самая высокая у Франции. Но, 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 но. Как бы, люди здесь не так живут, как в России. В России можно зайти куда угодно и что угодно, наверное, купить в какой-то мере. Да, зарплаты выше, но доходы не такие высокие. Одежда, как ни странно, у них здесь одна из самых дорогих. В Турции самая дешевая. Потому что торги самыми шьют. Ну, Европа не шьет, все верно. Она же оттуда делает. Мороженое бесподобное. Кстати, здесь на острове Сен какой-то там. Их здесь два острова небольших. По аудиогиду сказали, самое лучшее мороженое во Франции. Но так как я там уже попробовал, здесь уже не буду пробовать. Продовольственных магазинов я здесь почти нигде не видел. У нас бы я прошел бы тысячу и одну пятерочку с магнитами. А здесь большинство уже сейчас в 4 часа магазина закрыты. То есть они работают, по-моему, с 9 до 4. Мега тупое расписание, если честно. У них гипермаркеты работают до 9. Ну, по социализации уровню Франция медленно. Но идет к этому. Ну, прикольно, что я могу сказать. Я здесь уже хожу как парижанин, знаете, на расслабоне. А если бы это был бы Питер, это был бы дождь, холод, слякоть. А здесь, ну вот, посмотрите. Понимаете? Вот это я понимаю. Отдых. Отдых-то как отдых. Нормальный такой, качественный. Понимаете? Парижа любят отдыхать. Они любят праздновать жизни. Не в силу характера, а в силу тех, той местности и погоды, в которой они живут. Вот я сейчас нахожусь в парке на этом месте, когда там французы выставляли трупы, которые они находили. И в течение трех суток здесь смотрели и распознавали их. После чего там безымянно закапывали. И позже, в 45-м, я так понял, или в каком там году, здесь построили парк. И вот здесь мемориал в честь евреев. Но проблема в том, что евреев никогда особо не любили во Франции. И их все время здесь громили и убивали. Особенно в Европе. В России, кстати, тоже были антисемитские движения. Они возникали, особенно в начале 20-го века. Но не в таких масштабах, как в Европе. И с позволения режима решили, расстреливали повсеместно. Особо даже не спорили. Как бы втихаря. Расстреливают и все. И нормально. Немцы проиграли. Ай-яй-яй, это плохо. Надо поставить в музей. Ребят, это двойные стандарты. В чистом виде. И поэтому, когда я слушаю, я просто стараюсь всегда найти правду. И когда вот я слушаю оппозиционеров, что они там говорят, какая Европа хорошая, какие мы плохие. А вы не думали, что правда все-таки не направо или налево? А правда где-то посередине. Я не очень люблю двойные стандарты. Если уж говорите о проблемах, то говорите о проблемах Европы. Здесь неправ и наш президент, и оппозиция. Здесь где-то серединка конченая. Да, красиво и лицемерно. Парк. В честь евреев, которых они же и губили. Вот эта школа оканчивала у нас Наполеончик. Вот отсюда, ребят, получается самый шикарный вид на эльфовую башу. Вот здесь, дорогие мои, провозгласили в 48-м году конвенцию по правам человека ООН. На этом моя экскурсия заканчивается. Интернет почему-то у меня закончился. Кушать я хочу. И отправляюсь я в отель готовить себе еду и просто кайфовать. Вот классический метрополитен, который разработали. Ну а это людям парижанам не понравилось. Вообще парижан, я смотрю, вкус такой очень, очень, в общем говоря, обидчивый. Они то не любят эльфовую башню, то вот эту штуку для них оно какое-то болото символизирует. Таких штучек осталось 80 штук всего во всем мире. Вон тут разные феи. Ладно, разные чувачки в джинсах ходят. Народ разный, но в целом очень свободно и одежда такая. Мне нравится. Изысканная немного. Нету разболтанности, вот как у москвичей. Точно. Они одеваются уж точно не как москвичи. Более консервативно, наверное. Но мне нравится. Слушайте, а это стена любви. Видите, на всех языках мира. Какой-то чувак это создал. Сделано специальным шрифтом. Я сейчас по-русски найду. Но это классная штука. Смотрите, сколько туристов она привлекает. Обычная стена. Все время люди идут. Нет, я однозначно хочу найти по своей стране. Дамы и господа, разрешите представить выступление мальчиков-зайчиков. Они же местные бомжи. В этом здании впервые станцевали кан-кан. Надо не забывать, что в тот момент трусов не носили. Когда девушки задирали юбки и раздвигали ножки, то было довольно интересное зрелище. Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... if...